здравствуйте здравствуйте пишите пишем опера сказал всех писать ну хорошо а я смотрю вы же андрей пол или иван полтава да андрей полтава здорово у вас какой-то вопрос был или так да нет вопросов у нас наш президент собрался вот в марте снова на на свой пост до основе на свой пост я бы да я бы хотел бы чтобы это конечно нереально никогда не будет я бы хотел чтобы он пришел соответственно издал указ или приказа выводе всех войск из украины чтобы мы все попросили друг друга прощения и чтобы у нас не было никаких границ и чтобы мы снова жили одной дружной большой семьей я хотел бы чтобы не было этого а то и выходим и не хотел чтобы не было этого русского мира который уничтожает и украинцев и русских вообще хотел бы чтобы не было войны и чтобы не было этой лживой пропаганды который отравляет мозги русским и украинцам чужого в четырнадцатом году это все не сказали не вышли ну потому что видите лично я был ватником только поймете в чем проблема все это все это правильно и здорово конечно ты лишь ты понимаешь конечно что это все фантастика никто такого не скажет и будет дальше уничтожать 300 лет уничтожали тут тебе на тебе вывести проблема в том что к вам начало доходить но возможно начало доходить не через то место не через мозг а через желудок вот это меня смущает и за то что на вас и за то что в холодильнике станут условный такой холодильник конечно же становится все меньше и меньше и свобод становится все меньше и меньше хоть сколько вы не кричите там что санкции не влияет она все равно влияет и вот только через это место вам начало доходить и вот это вот ну с одной стороны хорошо с другой стороны плохо поскольку как только вы станете сытые и богатые наберете опять силы и будете заниматься тем же самым будьте радостно махать правительству и кричать крым наши или там я не знаю аляска наш вам все равно но дело в том что слава богу ты меня дошло через голову мне те же самые украинцы помогли излечиться от ватного комплекса неполноценности имперской и то наоборот ватный комплекс он не полноценности он и партраф гипертрофированного я величия сомнительного величия конечно же если вообще взять всю социалку всю ту жизнь которая в россии она сейчас происходит те же самые коррупцию взять тоже самое воровство взять отсутствие демократии отсутствие свободы слова то есть ну что хорошего вот мы в красноярске да вот делать я тут собственно проживаю что я говорю сразу открыто то есть мне скрывать нечего и я ничего не боюсь торговли строительства две основные отрасли которые развиваются сказать чтобы развивалось производство какие-то крупные инфраструктурные проекты может быть кроме четвертого моста как бы особо общество потребления судя по да конечно он у нас все крупные торгово-развлекательные центры там яблоку негде упасть особенно выходные дни то есть библиотеки пустые ну хотя ходит еще в тренажерные залы как бы это радует что как бы народ оздоравливается солдаты нужны крепкие конечно дает хотя что касаемо солдат то есть я думаю что у нас скоро все будет все очень просто с призыва на военную службу на контракт я так думаю что нам скоро уже в массовом порядке вот повестки рассылать по электронной почте и вдобавок еще в почтовый ящик кидать повестки не придешь сразу судя по тому курсу который взял путин и он его и продолжит дальше солдат понадобится много даже если не воевать то охранять периметр а получается паранойя наш будет нарастать так же как в ссср опять эти погран заставы там секретные части сейчас вот выделяет министерство обороны на строительство новых объектов так что конечно да это будет приоритетно вообще одна часть населения пойдет на ну войска а вторая часть будет за недорого работать на армию ну я вспоминаю сервис будет ходить их голодные ну таки полуголодные но счастливы о том что потому что где-то в это время америка америка вообще разваливается и доллар уже наконец-то начинает падать и выкус долг сша видели вот да 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 я думаю будет единственное табло который вместо телевизора который будет постоянно показывать этот долг который растет прямо от на на рабочем месте где ты будешь за токарным станком двадцатого года выпуска прошлого столетия точить точить деталь такую какую-нибудь но ты будешь постоянно время от времени зыркать а про проклятые америкосы таким все хуже и хуже вам блин а то что за госдолг можно списать одну кнопкой об этом почему-то никто не задумался то есть есть долг любой жкх электроэнергия платежи внебюджетные фонды ты можешь нажать на кнопку все долго нет что толку того что он есть если доллар это все равно ничем не обеспечен абсолютно ничем кто кому должен госдолг сша перед кем вот я спрашиваю у этой публики перед кем долг никто мне может внятного ответа дать госдолг сша значит госдолг сша ну на самом деле там было объяснение что у развитых стран у них большой государственный долг именно из-за вот этой межгосударственной торговли там и всего остального это это такая штука которую постоянно показывают у самых бедных стран у них нету долга потому что у них у самих денег нету и как бы это если бы рубли свободно ходили по всему миру как доллар то да у россии был бы тоже долг поскольку она выпускает деньги для внешнего как бы и эти деньги должны быть обеспечены в ее экономике чем то правильно соответственно это как бы она ну там там целый это целая система это в общем это главное знать что он большой вот все для россияне это самое важное кстати ты слышал что американцы хотели сделать спутники которые будут транслировать бесплатный вай фай россия собирается их сбивать я в этом по крайней мере принимать участие не буду но опосредованно мне придется принимать участие потому что мы все платим налоги эти замечательные 13 процентов которые будут федеральный бюджет так что опосредованно судя по всему я буду в этом принимать непосредственно после опосредованное участие конечно конечно за твои деньги но скоро все скоро будет нормально вы не будете платить налоги поскольку не будет зарплаты будет я думаю будет карточная система или трудодни как было уже поэтому советский биткойн да 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 1 1 bitcoin 1 криптовалюта собираешься вот и потом меняешь на мешок пшеницы там там вторник это 05 палочку поставил зачеркнули ср 03 палочку зачеркнули все потом идешь магазин туда не меняешь там на хлеб наказать и правда что у вас за bitcoin сажают но эта информация противоречивая я видел прям я видос видел где там вот конвертационный центр люди там продавали перепродавали криптовалюту и там на пол положили короче компьютеры изъяли очень вы знаете пан полтавченко я к биткоину отношусь противоречиво это как у тебя его нет да у меня его это знаешь это трудно как от любимая фраза жванецкого что трудно спорить о вкусе устриц с теми кто их ел понимаешь так вот я их ел биткоины они у меня есть и я сильно переживаю о том что я не слил их во время у меня немного у меня там даже не целый биткоина чуть-чуть и я уже потерял на нем довольно большую сумму но я я держусь пока не продаю смотрите андрей как бы если рассуждать за цифровую валюту первое у резервной валюты да есть что эмиссионный центр то есть номинал но это лохотрон я я в это я не говорю что лохотрон не не я тебе говорю что это лохотрон он рано или поздно упадет вполне возможно потому что он держится только за счет постоянного роста это обычная ммм система тоже точно в конце концов а в один прекрасный день я очень просто надеюсь что это не тот день когда я пропущу сейчас его время продать останутся люди с 0 с какими-то циферками в интернете и у себя на телефонах и останутся с этим миллионам горевших карт видео и вот этих специальных компьютеров для майнинга этих биткоинов которые они вложили тысячи долларов продали квартиры взяли кредиты да у меня у меня есть подорванные друзья такие которые он сейчас майнят пока ехал этот майнер их они думали будут майнить 300 долларов в день на каждом сейчас я не знаю там хоть два доллара майнинг за день или или нет что касается майнинга криптовалюты там же нужны получается видеокарта да не 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 в на видеокартах это майнят лохи я про ну я же как продвинутый тебе уже пользователь уши уши мои были уже не на не на видеокартах лохи я тебе говорю то на видеокартах это есть уже специальные компьютеры которые никакой дрой функции не могут выполнять кроме как майнить определенные валюты ты наверное не слышал об этом и они стоят там тысячи долларов их вот закупает ставят в пул и они там шарашат видеокарты это не то вообще если получается брать вот внешне политическую ситуацию которая происходит мое видение такое мое видение ситуации я конечно свои слова могу пострадать потому что у вас канал публично его посмотрит десятки тысяч все-таки свою позицию скажу потому что надоело уже бояться что касается юго-востока украины я считаю что там есть российские войска там так называемые отпускники ну и может быть какая-то часть еще действительно лояльных россии то есть местных жителей это единственная армия вообще россия единственная страна которая в отпуск отпускает своих военных вместе с техникой и оружием да то есть вот это все луганская и коля руд и вот пуск идешь возьми танк с собой там просто его негде ставить такой-то ну вы задолбали я запалился заправлять бензин дорожает каждый день на 10 копеек как мне тут сказали так он не бензином дизельным тут таки дизель дорожать не все забирай езжай все год на тебе числится и все и вот так у вас выглядит человек все поехал домой со своим танком или или со своим этим там бты я вообще считаю что дуратино и к восток украина это юго-восток украины то есть это украинская территория что касается крыма то есть я не могу ничего сказать я не понимаю даже учитывая то что разбираюсь политики не знаю что с ним делать я не знаю как решить эту проблему вот он не знаю что делать с одной стороны если просто крым отдать тут вообще это позор россии то есть только денег миллиардов буха листя только людей погибло не не осмотреть это интересно выглядит большего позора что вы его украли уже не будет это у вас сейчас такие терзор сомнения такие украл кошелек блин как же теперь я же украл кошелек как же же его тебе передать неудобно давай давай хоть деньги пробухаем с него чтобы хоть было не так стыдно чтобы хоть давай давай хоть заводы с крыма повывозим там я не знаю да то есть это аналогичная ситуация и третий момент нужно как можно быстрее восстановить прежние внешнеэкономические связи то есть украинские компании они получаются и приходят на рынок россии а российские компании приходят на рынок украины то есть это был как бы обоюдно все такой своеобразный и пришли на рынок никого нет у вас постояли и пошли дальше и ну почему вот в банк которого же есть как называется приватбанк да вот приватбанк у него было отделение же в лепест было вы уже раз отжали систему россии в крыму вы хотите еще раз ее отжать да уже лаки не пойдут на это дело такое второй раз ты просто ну я вижу что ты хочешь как бы наладить контакты все остальное ты понимаешь что настолько разрушены контакты и настолько имидж уничтожен он он сейчас ничтожен россии россия вот вы все время не понимаете вопрос же не в том влияют санкции или нет на вас это сам факт того что вы изгои просто нет ни одна компания не будет вести с вами бизнес поскольку сегодня надо построить завода завтра вы его отожмете экспортируете согласен стыдови да то есть это просто ты решишь какой и какие рыночные отношения у нас раньше бы ты думаешь были рыночные отношения постоянно россия играла в свои войны это постоянно то вас там сыр не такой то еще что-то я не устаю повторять когда есть видео на вашем молокозаводе когда на сыр заводе когда пацаны голышом купаются в чане с молоком блин и потом вы едите сыр с лавковыми волосами то это нормальный сыр а когда наш прекрасный сыр тоже что-то с ним не так может вам изюминки не хватало конечно и так ли все и так что вам продавать что у вас что-то купить это же невозможно так же как газ вы же устраивали вот этот цирк с поднятием цены и мы вам сейчас вам отключает торжественно там и россия все браво браво от хохла надо ключи часа пойду дрова подкину и посмотрю как дальше будут отключать газ украине 60 процентов населения россии не обеспечены газом ты знаешь об этом конечно я все я все цифры замечательно путинского режима знаю и вся эта стабильность потому что цифра не понимаете андрей они отрезвляют все эти данные в циума счетной палаты левада центра они все вот перед перед нами и эти цифры они абсолютно не обнадеживают при изучении этих цифр только грусть печаль тоска и уныния это прекрасно это прекрасно это хорошо что нет с одной стороны плохо для вас и хорошо для остальной части населения россии которая имеет час плохое образование и для них эти все цифры вообще за эти цифры уже скоро знаете как раньше за рубль давали 30 рублей а сколько не как за рубль за 60 рублей давали 1 доллар а скоро буду давать в морду вот так и за ваши цифры как только вы начнете называть вот а толпа которая плохо образована и и для которых цифры это что-то какая-то сатанистская хрень но мне нужно серьезно цифры им зомбоящик я жарю я вот я общаюсь с кем-нибудь и говорю но смотри ну тут есть на сайте там на вашем российском даже точка ру есть информация вашего статистики вот такой то что у вас нету туалетов даже теплых туалетов нету водой не обеспечен это ты все врешь это ваш поганый украинский интернет а еще и бандеровская и все какие цифры кого они отрезвляют это все придумали враги да и такой еще момент нужно сделать так вот давайте своим представим андрей что мы завтра просыпаемся и россии больше нет нет россия должна остаться в том варианте зачем нет россия должна до развалиться россии это я повторяю я развалившийся ссср такая полезная территория она не нужна полезная я не договорил я бы хотел бы чтобы больше не было антитеррористической операции чтобы ни один украинский парень больше не погиб чтобы все украинские военнослужащие войскослужбовцы вернулись к себе домой к своим мамам к своим дочерям получается к своим родственникам я хотел бы лично от себя всех военнослужащих не только военнослужащих да вообще у граждан украины попросить прощения мне стыдно но к сожалению данный момент лично я и такие как я мы ничего сделать не можем потому что от нас отворачиваем я от нас отворачиваются даже родственники нас травят и поэтому как-то печально все но ничего сделать мы не можем поэтому я бы хотел бы чтобы было так как я сказал что мы зато сами проснулись чтобы все чтобы все не вернулись в россии чтобы не все все сели на свои бтр и сели на брдм и на танки и все и пара паршем в расположении части так тут есть одно но это все прекрасно так почему-то не желаю что того же самого российским отпускникам потому что получается как-то украинская армия должна уехать с украинской территории куда-то не пойми куда я напоминаю что луганская донецкая луганский донецк это украинские города и прилегающие к ним территории поэтому украинцы вообще никуда не должны туда ехать и никакие военные на своих танках и бордемах они должны наоборот продвинуться вперед и восстановить контроль между украин украина китайской границей это выше спорная территория сейчас находитесь между украиной и китаем и все я пошутил сейчас а тут и так завтыкал я хочу 3 конечно между украина российская граница которая на который сейчас не под контролем украины вы знаете я здесь данном моменте я не разделяю ваших взглядов я считаю что россия должна быть в тех границах которых она есть сейчас это моя позиция то мое мнение на остается неизмену то есть крыма вместе и стране из луганска из ннр днр это вот это всех вот захарченко плотницких забирайте себе все вот эту лугандию днр забирайте себе с крымом и повторяющий раз нужно что-то делать что-то решать потому что ну как это все дело как это все решить как бы я я пас я не знаю тут рецепта и не могу ничего сказать что я реально не понимаю не знаю но россия должна остаться в тех границах которых это у нас очень много проблем до то руководство которое сейчас занимает должности она как сказать должно быть другое руководство вот может быть новый путин займет место старого путина и у вас что-то поменяется вдруг человек такой блин сядет ё-моё ну дается шанс мне насколько можно уже страну загнал под санкции развалил экономику умираю столько людей блин а потом такой думает то чё я классно все идет погнали на следующий срок давайте еще на аляску нападем в общем руководство я думаю что должно смениться и должны прийти люди которые действительно будут беспокоиться о людях о простых людях которые живут откуда не возьмутся скажут эти люди мифические которые должны прийти если адекватные люди не могут не выучиться не занять никаких политических не участвует политической жизни не даже какую-то маленькую там оппозиционную партию не могут создать и поддержать там навального о чем ты говоришь откуда и возьмутся это мифические люди из той же системы нифига ну да наша дать и наша российская партия регио регионов нам уже тоже порядка моста чертила вот и я об этом так нам наши партии тоже честно ряда чертили все которые есть и вот задают вопрос что там вот давай там иди в депутаты вступай в какую-то партию там вот я не хочу этого понимаешь если что-то начинать то нужно начинать это новое с новыми людьми и делать это с чистого листа а не перекрашивать в очередной раз как у нас была партия рыгов стал оппозиционный блок или еще как-то остановитесь остановитесь уже заниматься до уже пора но я бы хотел бы чтобы в россии сменилась модель экономики то есть новая индустриализация упор получается на развитие крестьянских фермерских хозяйств на сельское хозяйство а индустриализация том числе в малых городах поселка городского типа развитие сел должно быть снижение ставки рефинансирования центрального банка то есть это ставка должна быть три четыре процента до что можно было людям давать ипотеку по пять шесть процентов кредиты бизнесу дешевые получается крупный капитал точнее крупный бизнес львиная доля крупного бизнеса должна быть выведена из офшоров должна быть перерегистрирована там где непосредственно есть предприятие если есть какой-то крупный металлургический комбинат например где-то находится он там где-нибудь там под оренбургом то значит он там должен быть и зарегистрирован только там должен быть и фактический юридический адрес что еще упразднить партию единая россия это сто процентов начать люстрацию против партийных функционеров это замечательной партии это сто процентов они не сделали ничего хорошего я не вижу ничего хорошего кроме имиджевых проектов кроме универсиады кроме чемпионата мира кроме еще что-то однию пропаганда и какие-то имиджи проекта а чтобы они сделали что-то полезного хорошего для людей я не вижу то есть это если они что-то делают то это все так вот пересекается идет параллель с пиаром вот они делают так вот не одна зуба и конечно же коррупция снижать уровень коррупции потому что победить коррупцию как явление не получится можно только снизить то есть вот взять так и так вот взять и планку опустить а чтобы это сделать уже начиная с и слей что коррупция то не модно что коррупция то плохо потому что взрослым людям уже которые сидят в кабинетах облеченных в власти им уже ничего не сделаешь не докажешь и никак не переубедишь не перевоспитаешь расстрелами заниматься тоже не вариант нас население так сокращается без расстрелов начинать ясно детский сад школы институт среди специально учебные заведения вузы что коррупция это плохо что-то не модно что это не в порядке вещей то есть такую контр-пропаганду делать против коррупции вот как-то так еще дело в том что с коррупцией такими методами бороться это до одного места поскольку внушением то есть ты предлагаешь живите ребенку понимаешь брать 100 тысяч долларов взятки плохо хорошо работает на 10 тысяч рублей поймать игры может быть я и у меня и взгляд не должны мне не не я ну ты все правильно ришно ты не договариваешь должна быть законодательная база должны вас жесткие жесткие ну вас даже нету жестко законодательства по отношению к этим должен быть контроль общества за этим за всем потому что у вас у чувака у которого нашли напомни 18 миллиардов рублей наличие захарченко вот полковник захарченко теперь говорят что он выиграл это всем онлайн казино ну вообще вас за дураков держат полный да и народ народ все прохожу а ну а но если в казино то конечно чё а почему бы не сложить в одной комнате нормально все вот и за то что общество позволяет соответственно так такой результат ну и что еще нужно сделать отменить полностью платон пересмотреть оппозицию в отношении больших грузов то есть это и акциз и топлива и платон полностью отменить капитальный ремонт не там же проблема не столько самым нет ни о том что платон в принципе система нормальная там проблема в том что с перевозчика берется три раза налог и в топливе и платон еще что-то то есть идея какая была чем больше ты ездишь тем больше ты платишь это уже заложено в топливе так как и в украине кто мало ездит ну ну то есть ты в ты налог раньше мы платили ежегодно допустим налог за там на строительство дороги на все остальное но это было как бы не совсем правильно прошу дедушки там какой-то запорожец стоит и он на нем два раза в месяц выезжает на дачу с бабушкой и какой-нибудь мэрс который носится по всей украине и убивает дороги своими колесами сейчас это заложено в топливо и это правильно я считаю но у вас идет обложение в топлива платон и еще потом сверху какие-то там я так понимаю налоги платят поэтому цена за перевозки вас бешеный просто помните были бы и дороги еще то есть если бы эти средства которые аккумулируются с помощью платона шли на развитие магистрали автобанов федеральных дорог до которые соединяли бы полностью все бы регионы может быть тогда бы никто бы не уставала но мы не знаем источник куда эти все финансовые потоки идут вот этот рубль который был вложен в платон вот как и вот его вот этот прогресс никто не знает нормально все чуваки там вот так три дорожки и все 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 пошло вот в основном то против дальнобойщики этого и бастует а понятное дело что они с прибыли они не будут себе ущеблять они просто возьмут полтон включат в своих тариф на перевозки они включают тарифы перевозки соответственно растут цены в магазинах растут цены в магазинах соответственно пара и падает уровень жизни опять же опять же когда бастовали эти ваши дальнобойщики их общество не поддержало и общество наоборот говорила вот придумали ты смотри какие хитрые не хотят платить налоги и не и опять же за то что общество такое какое но есть она инфантильная но не понимает что всей перевозки стоимость перевозки ложится на стоимость продукции и продукция будет дорожать ну народ уж народ не врубается их не поддержали тогда я помню как их там ловили останавливали там трактористов там еще ваши каких-то все опять ваши общество пока общество не осознает она не осознает ну она осознает но когда уже будет очень поздно очень поздно и тогда вообще уже хайки закручиваются постоянно у вас пакет яровой там еще что-то еще что-то и санишь смотрят они вводят пакет 1 смотрят нет реакции от обществу хорошо можно и можно жестче делать можно разгонять давить танками все что хочешь делать лишь бы не было войны или еще чего-нибудь придумают поэтому я не знаю я но это все все что нужно сделать это все ты правильно говоришь но реальность воплощение этого в но этих идей в но в реальность это я мне кажется очень маловероятно вот то что ты говоришь это подходит для украины этот план поскольку украина еще не слила полностью свои свободы политические экономические и человеческие свободы вы слили уже практически все поэтому я ну я не знаю может вам конечно изнутри виднее кажется что это все реально но я не вижу не вижу пока этого ну в общем россия должна совершить стремительный рывок и сырьевое общество должно измениться и сырьевой и сырьевой экономики в постиндустриальную инновационную экономику если этого не будет нефть и газ к сожалению не безграничны то есть мне бы и от них моим не может быть моим детям еще хватит вот этих вот природных богатств что будет дальше то есть внуки и правнуки это будет очень не понимаю при чем ты к вашим запасам вообще нефтяным что это ты потому что на путина запасы какие-то виды имеешь я вам не устраю повторять львиная доля федеральная за счет продажи природных ресурсов вам нужно привыкнуть к мысли что так же как и нефть и газ это являются ресурсы вы такие же ресурсы только человеческие по-другому вас никто не раз не рассматривает забудьте лозунг там газ до стоять как газпром достояния россии или как там у вас это или народ народное достояние что-то такое забудьте вас уже давно считают таким же сырьем как если вас будет слишком много вас ну если не будет чем кормить сделать у вас будет меньше сейчас вот произошла авария в челябинске рутение все все что же опять же общество все съела в буквальном смысле глотнула даже многие через полгода все это вылезет он онкозаболевание просто начнут вымирать и тихонько-тихонько вымирать и все это просто они сейчас проверят все нормально вот регион все равно он был бесполезный это челябинский часто людей станет меньше и потом в любой момент вас сократят поголовье и все вас так много не нужно пойми также как в крыму не нужно вот у все население которое там раньше зарабатывала на сдачи в аренду всем остальном не нужно на военной базе такое количество штатских поэтому нужно выжить выдавить и все так и с россией легче кормить и понимаешь прокормить вас всех ну вы не нужны столько ой ладно это можно бесконечно все обсуждать спасибо тебе ну ты ж ты не против что я выложу если против я не буду выкладывать узнаете раз уж я решил завести сами разговор зная кто вы такой и зачем вы ведете выкладывайте разговор и будь что будет я свои позиции не отказываюсь потому что я хочу чтобы было лучше и вам и нам тем более у меня украинские корни у самого кто бы сомневался не на самом деле так моя прабабушка то есть по моей маме моя бабушка она из украина с красного лимана я просто это неоднократно высказывал такую мысль что кто те кто более-менее адекватные из россии это имеют украинские корни это просто еще раз подтверждение моих слов хорошо спасибо тебе в общем тогда ставьте лайки напишите комментарии что вы думаете о том что сказал этот редкий представитель российского общества который хочет что-то хорошего для своей страны слышите а а Субтитры делал DimaTorzok Давайте всем удачи, пока!